Проблемы миокардитов очень сложные на самом деле, но безумно актуальные. Вопрос, который сейчас на пике изучения, наверное, во всем мире находится в мягких латентных формах. Единственное, что нам помогает, это все-таки тщательное выяснение анамнеза. Это все-таки магнитно-резонансная томография с контрастированием. Все-таки биопсия – это довольно травматичный метод. И сказать сейчас, что прям вот МРТ лучше, чем биопсия, я не готов. Проблемы миокардитов очень сложные на самом деле, но безумно актуальные, потому что, во-первых, это возраст, который может быть самый молодой. Во-вторых, это сама по себе проблема, которая сложно устранена, но, как мы с вами уже говорили, она действительно может быть причиной той же тахикардии. Если это миокардит, как вы подходите к решению этой проблемы, как вы можете заподозрить этот миокардит? Кому потом направлять этих пациентов и как вообще обстоит дело с лечением? Это, наверное, самый интересный, самый вопрос, который сейчас на пике изучения, наверное, во всем мире находится. И я бы хотел, наверное, сказать прежде всего о так называемых мягких латентных формах миокардитов. То есть тогда, когда кроме, условно, синусовой тахикардии ускоренного пульса или каких-то, как мы уже говорили, экстрасистов, иных проявлений миокардита нет. Единственное, что нам помогает, это все-таки тщательное выяснение анамнеза пациента. Связано это с каким-то событием простудным, которое произошло за месяц, за два до появления этих симптомов. Имеются ли какие-то минимальные изменения в анализах крови, условно, признаки какой-то вирусной инфекции, перенесенные чуть повышенные показатели воспаления в крови или повышения уровня клеток крови, которые свидетельствуют о каком-то аутоиммунном аллергическом компоненте, например, и азинофилы, нередко появляется чуть повышенное количество в общем анализе крови. И если вся картина жалобы пациента, какие-то там, может быть, кардиологии, то есть какие-то дискомфорты, боли в области сердца, если эпизод перенесенной простуды месяц, условно, или две недели назад привели к появлению тахикардии, в этом случае, наверное, сейчас наилучший метод верификации, не инвазивный, это все-таки магнитно-резонансная томография с контрастированием, которая позволяет увидеть даже вот эти минимальные признаки воспаления и уже обсуждать вопрос о какой-то терапии, именно противовоспалительной терапии миокардита или, может быть, даже и теотропной терапии, если это подтверждается вирусный характер его. Вот я хочу обратить внимание, потому что все-таки такая доступность метода, как МРТ, она намного удобнее и лучше, чем та же биопсия, про которую мы говорили раньше, только для того, чтобы диагностировать миокардит. Все-таки биопсия — это довольно травматичный метод. Ну, вопрос очень интересный, и я думаю, я сейчас не готов на него ответить корректно, но, безусловно, это не инвазивный метод. Это, конечно, если он, условно, будет лучше в плане диагностики миокардитов или его будет достаточно, чтобы корректно ставить диагноз, это просто хорошо. Но сейчас, наверное, проходит как раз наука, вся медицина, вот именно на той стадии, когда изучаются последствия, в том числе и пандемии, как она отразилась на увеличении количества воспаления сердца, миокардитов, и сказать сейчас, что прям вот МРТ лучше, чем биопсия, я не готов. Но, тем не менее, это то, что работает. Конечно, да, мы спрашиваем лишь про опыт, положительный. То, что мы видим, когда мы отправляем пациентов, если мы получаем в заключении, что там, да, есть признаки текущего воспаления, мы назначаем противовоспалительные препараты и получаем хороший результат, но мы не можем отрицать очевидное. Конечно. То есть в любом случае направлять на МРТ диагностику с целью исключения или подтверждения миокардита должен врач-кардиолог, аритмолог, к которому обратился этот человек. Безусловно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА